Постройка 1960 года спустя десятилетия, конечно, требует ремонта. Учебное заведение располагается в четырех зданиях. Одна из самых острых проблем – отсутствие теплого туалета в строении для младшеклассников. Заявку на участие в программе капремонта подали в конце 2023-го, но работы по обустройству санузла в нее не вошли. У этой программы нюанс заключается в том, что мы можем капитально ремонтировать только существующие конструктивы. И, например, сделать какую-либо перепланировку в школе, переоборудование, сделать так называемую, как говорят строители, реконструкцию, делать пристройки, подводить какие-нибудь инженерные новые. Однако власти понимают необходимость этих работ. Предполагалось, что ввести их будут параллельно капитальному ремонту. Пока заявка в стадии доработки, администрация района пообещала в любом случае решить основные острые вопросы. Даже без капремонта мы, как орган местного управления, администрация Курского района, обязаны отреагировать, естественно, на вот эти волнения по поводу отсутствия туалета. И в этом году, естественно, в двух других помещениях эти санузлы будут сделаны. Вот сочетание ремонта и реконструкции, думаю, что принесет свои плоды, и дети, они будут учиться в более благоустроенном здании. То есть цель, собственно, и самой программы по ремонту, и цель деятельности администрации Курского района, в этом случае они идут воедино, это улучшить условия пребывания детей, независимо от того, где школа находится. Родители учеников Ушиповской школы остались довольны, что на их просьбу откликнулись и пошли на диалог. Однако контролировать исполнение обещаний будут пристально. Мы пришли к решению, что если мы проходим проект, или куда мы там вступили по федеральной программе, по капремонту, если мы проходим эту программу, мы делаем капремонт, и параллельно будут подготавливаться документы для пристройки туалета.